Музыкальный Зажигаю свечи, чтобы уйти назад на много лет Эта осень теплая, она шептывала мне Тихо прикасаясь к самой тоненькой струне О тебе красивой и любви счастливой И о нашей пламенной весне Листья словно бабочки засохшие кружат И ложатся веером на вымокший асфальт Желтые березы уронили косы Нам любовь не возвратить назад Как люблю гулять по этим улицам пусты Ветер гонит листья и бегу я вместе с ним Слез не замечая, дождь со мной скучает И ночами мы с тобой не спим Домик деревянный, абажурный теплый свет Льются на скамейку, только нас опять же нет Все осталось в прошлом, но таком хорошем И мотив прошедших чудных лет Листья словно бабочки засохшие кружат И ложатся веером на вымокший асфальт Желтые березы уронили косы Нам любовь не возвратить назад В этой песне осень, виноватая во всем Закружила голову, и мы опять вдвоем Бродим по бульварам с верною гитарой Возвращаясь в старый милый дом Листья словно бабочки засохшие кружат И ложатся веером на вымокший асфальт Желтые березы уронили косы Нам любовь не возвратить назад Нам любовь не возвратить назад Михаил Александрович Тихонов На концертнике, уважаемый мною музыкант Поэт и прежде всего человек И композитор, получается так Получается так Дядь Миш, пламенный привет Что если буду так вот называть? Я буду скакать, дядь Миш, потом буду Михаил Александрович Потом буду на ты называть Понимаешь, наоборот, это уважение А почему я так говорю? Потому что я очень люблю Юрия Владимирович Никулина И когда его называли, что его звали дядя Юра Это была высшая степень доверия, доброты, дружбы, уважения Но ты ведь для многих, если не дядя Но отец родной для многих пенинских музыкантов Ну, я не думал об этом Наверное, не знаю Наверное, да Наверное Потому что учеников было много Вот последние годы И взрослых, и детей Очень много приходили И домой приходили Я занимался с ними И когда вот в ДК Держинского работал Вот Но я Единственное, что я им сразу говорил Что я Нотам-то я не научу А вот научу тому, что я умею Играть и петь Ну, вот Вроде бы получалось Не было ни одного еще Ни одной жалобы не было Но точно плохо В Пензской энциклопедии Под твоим именем написано Что ты Один из основателей Движения авторской песни В Пензе Ну, так написали, да Я сам специально Об этом никому, в общем-то, и не говорил Для меня это был тоже как бы сюрприз Когда я увидел, что Я ничего никаких Сам таких вот Движений не делал Чтобы меня там написали Занесли Но не я один Нас, по-моему, там Четверо Борь Шигин Я Володя Медведев И Сережа Гринберг По-моему, вот четверо А может быть, еще кто-то По-моему Но не более Это, да Как одни из основателей Авторской песни В Пензе Или создатели Об истории авторской песни Именно в нашем городе На Мссуре О твоих музыкальных вкусах И предпочтениях Попозже поговорим Знаешь, ну как тут нужно все-таки Обозначить Я сижу почти в исподнем Перед тобой Вот в такой майке Где вот написано Iron Maiden Вокальный инструментальный ансамбль Или говоря современным языком Группа, да Iron Maiden К тяжелой музыке Вот вообще Как ты относишься? Хорошо Ну, я скажу Что мне нравится Вот у меня нравится Где-то с 16-17 лет Грэнд Фан Кролл Роуд До сих пор я их слушаю Дипеопол Ну и Битлес Вот То есть не то, что это выборочно Но вот Те, кого я с удовольствием Всегда до сих пор слушаю Но Битлес это все-таки классика Ну да А что-нибудь потяжелее Вот Грэнд Фан Кролл Роуд Да, это В переводе Грандиозные события На железной дороге Они в одно время были Первые записи я услышал В 69-м году, наверное Вот Тогда же эти вот Пласты мы называли Пластинки такие Винил Покупали их там по 80 рублей Так себе было 120 В Ухтинке поди покупали Нет А привозили откуда-то Нет Нет Какая Ухтинка Это привозили Ну это контрабанда Видимо была Английские Были действительно Да У меня были только Югославские Две пластинки Марыль Радович По-моему была И Амбассадор Это вот перед армией В 71-м году Я покупал их Что-то там По тем временам Тоже дорого По 15 рублей Ну помню Да ты первой песни Своей Вот прям вот Врубил вообще Ностальгический светильник Вот такой свет У нас получится Наверное программа Ну-ка Наш как Как некое путешествие На машине времени Ну Хорошо В 13 лет Первый раз В руки гитару взял Как Почему Сосед Я объясню Где-то в 60 Я жил На Старочеркасске И к нам Где-то 64-й год Это мне было Сколько там 10 лет Наверное Приходил Где я теперь живу Володя Жук Фамилия Он На Семиструнке Играли А я сидел Смотрел Но мне не давали Я был небольшой Но мне очень хотелось И я Рассказывал всегда Ну не знаю Может это не интересно Дома Я запоминал все А папа Был рыбак Я нашел палочку такую Набил гвоздиков 7 штук Здесь и здесь Нарисовал Вот эти лады Нарисовал Вот эти вот Точечки И натянул леску И все Что я там На улице Запоминал И сидел И играл Я начинал На Семиструнке играть Я и до сих пор Я могу перестроить И играть на Семиструнке То есть я начинал С Семиструнки Ну то есть палка Лады И одна леска Да и лески Не одна Семь штук То есть мне же надо было Вот их зажимать Аккорды Пробовать Как это И сидел И ритм учил Ну слушай Ну слушай Ты прям Пендинский Стародивари Ну я не знаю Но у меня Не было гитары Только потом Мне родители Купили В магазине Звездочка На московской По 750 гитару Семиструнную Ну если кто не знает Вообще Вот из существующих Нас Пендинских зрителей Звездочка Это вот рядом С фонтаном Находилась Да А вот теперь фонтан Там рядом А вернее Даже не так Паша Знаешь где Где сейчас это Как же он называется Магазин Ну на самом углу Высокий Выше лига Ну да Вот на этом месте Только на московской Гитару ты помнишь Вообще Первую свою Конечно Вот она Семиструнная Ленинградская Семиструнная гитара 750 Мы вот там Ну пошли с товарищем Он старше меня был Музыкант На саксофоне играл На гитаре Мы на втором этаже жили Он на первом Володя Смирнов И он мне выбрал Он гитару Мы с ним Он даже показывал Потом как играть А его мама Учила Она была инвалид Тетя Шура Она учила мне там Плачь Наполеона Играть То есть вот Вот так вот Это Семиструнная Именно Тогда же больше женщины играли В то время еще Да Вот как Те люди Которые мне Мои родители И больше тогда Играли женщины Именно Семиструн Ну как вот В песне В общежитии Девчат Фотографии висят И вот там Про гитару Это как Но одной гитары Меньше стало В комнате У девчат То есть вы А вот Плачь Наполеона Вспомнишь сейчас? Да здесь-то я не сыграю Это надо Перестраивать Я на Семиструн Да То есть Да вот потом Серпиянка Цыганочка Вот эти все Вот Именно Вот Это Семиструнные Такие Ты центровой Вот да В центре Пензы Вырос Да Родился На старых Да я родился На углу Сурской Там Сурская один Угол Сурской И Каракозова Потом Когда я там пошел Мама говорила Годик мне был Я пошел И мы переехали Вот Почему бабушка здесь Поменяла Короче вот И мы остались жить Вот на Старочеркасской 44 А сколько гитар Дядь Миша Ты вообще за свою жизнь Сменил? Подается подсчет? Ну если Ну примерно Так Раз Два Ну вот перед армией Я купил уже Шестиструнную гитару В магазине Дом торговли Вот И Потом Кремону Купил А не Не Кремону Потом купил я После Этой Шестиструнной Она у меня и была Я ее в лагерь возил С детьми играли мы Я им песни пел А купили Купил Орфей Болгарский Но он мне не понравился Он глухой был И у меня знакомая Была В магазине Электрон И из-под прилавка Мне достали Кремону 35 рублей Стоила Кремона Ну и потом Еще несколько Гитар Бел Которые Я просто Потом Их раздаривал А вот Два инструмента До сих пор У меня есть Испанская гитара И вот эта Эстрадная Вспоминай Свой педагогический Опыт Вот перед тобой Сидит Десятилетний Пенинский пацан Десятилетний Как будто бы Вот объясни ему Пожалуйста Что такое Достать из-под прилавка Ну то есть В магазине Ну был Такой В таких Магазинах Вот был Музыкальный отдел Где продавали Магнитофоны И так далее Не было ничего Дефицит был Допустим Какие-то балалайки Стояли там Баяны Аккордеоны Там все А гитары Нет Но вот там Работала Одна барышня Которая Знакомая Просто была Вот И она Меня завела Сзади Знала Что мне надо Я уж не помню Тогда Телефонов не было Каким образом Сейчас уж не могу Как договаривались Что я пришел Она меня завела Там сзади За Этот самый За прилавок Там такой Высокий был Тебе что ли гитары Нужны? Да И посмотрю Говорит Вот смотри Выбирай Две или три Что ли там был Кремона Я попробовал Нормально Все Завернули ее В этот В этот В тряпочный Такой То есть Из-под прилавка Это по блату Ну по блату Да По знакомству По знакомству А сегодня Что-то можно Приобрести По блату По знакомству Не знаю Не знаю Наверное Сейчас все Есть У всех Я единственный Что я Значит Оставил гитару Там А рядом же Магазин Этот самый Малышок На углу Снежок Снежок Пошел туда Ну там Рядом И купил Килограмм Самых тогда Дорогих конфет Мишка Косолапый 5.50 Они стоили И вот я Этот кулек Принес Отдал Она сопротивлялась Я говорю Нет-нет Возьмите Будете чай пить Ну и взял гитару Довольный Побежал Ну гитара у тебя в руках Давай-ка Будем так Знаешь Виртуальный пить чай Под следующую песню Давайте Песню Я посвятил маме Ее к сожалению Вот уже Полтора года нет Вот Но это была Я смотрел на ее фотографию У меня стояла на столе На работе фотография Мамина Она молоденькая Там красавица И ну и вот Как-то так вот Сложилась Получилась песня Забрала Ностальгия В полон Не дает Много лет Мне покоя Я по-прежнему В детство Влюблен Как всегда Вопреки Сам собою Я по-прежнему В детство Влюблен Как всегда Вопреки Сам собою И красавица Мама Глядит С фотографии Чуть пожелтевшей И струна На гитаре Не кружит Не кружит воронье Еще живы все Все еще с нами И еще не кружит Воронье Еще живы все Все еще с нами И объятия Маминых рук Что меня Берегли от ненасти Навсегда Заслонили От мук Подарили мне Тихое Счастье Навсегда Заслонили От мук Подарили мне Тихое Счастье Знаю я Много лет Позади И друзей Уже много За гранью Лишь надежда Всегда Впереди Я к тебе Тороплюсь На свидание Лишь надежда Всегда Впереди Я к тебе Тороплюсь На свидание Родители из служащих Пролетариат Кто были родители? Отец был рабочий Слесарь 6-го разряда Вот Насчет Маш Потом в НИМП А мама была Мастером Женского платья Она была Ну портниха Попросту Всю жизнь Это очень Нужная профессия Да Мы с сестрой В общем Мы всегда были Опрятные Чистые Потому что Мама нас обшивала Но на брюки не умела А вот Рубашки Вот и все такое Бабушка Обвязывала нас Ее мама Она вязала Хорошо А мама шила Вот такая семья была Рабочая Повторю этот комплимент Ты вот сейчас Михаил Александрович Выглядишь как Роберт Дониров Стильный пиджак Шикарные очки Прическа Ну что ты Там уже А вкус он из детства Вот мамой воспитывает Ну видимо да Воспитание ведь не купишь Это не похвальба какая-то Ну Воспитывали нас В правильном Наверное Как я полагаю Учились Ну я правда Потом Троечник был Под конец А так я всегда учился Сестра вообще Отличница была Вот Читали книги Слушали Постановки Всякие Интересные Потом я вот Музыкой начал заниматься Уже сам все стал Они мне магнитофон Перед армией Вот купили Как раз Гитару вот я купил И магнитофон Это все в доме торговли А магнитофон был такой Ой Вильма Латышский Литовский Не помню Очень хороший Две скорости Тогда 19-й мало У кого была скорость Сегодня молодежь Ну таджир бесится У них Магнитофон Магнитола Вот все что возможно Это у них все вот есть в телефоне Ну да Не а тогда это был целый Это вообще Мы с этим магнитофоном Потом даже С этим-то ладно Он такой Более-менее легкий был А вот когда я уже После армии Купил себе Тогда же первый Вот я Тоже опять по знакомству Как теперь мы С тобой говорим По блату По блату Купил Юпитер Вертикальный С двумя колонками Ну это сказка Это вообще Это вообще Зажиточный Вы были Человек Да Он стоил Я сейчас скажу Даже помню сколько 490 рублей При моей зарплате Тогда Ну Рублей 180 Но я покупал Его Вот В голубом экране Тоже товарищ Там работал Продавцом Он мне Опять же Низкоприлавка Оттуда С этого Да Надо было Сдать Свой старый Магнитофон И то есть Какая-то была Поблажка Что-ли Что-то нам Добавляли А то есть Вот это вот Акции По неродному Сталом Вильму сдал А этот мне Дали То есть надо было Вот как-то Вместо конфеты Мишка Косолапый Что По знакомому Купил Мишка Косолапый Тоже ему купил Нет ему нет И с ним выпили Наверное Я вот сейчас не помню Выпили наверное Я не помню Какой ты родитель Родитель Ну то что Дедушка ты счастливый Я знаю Да Двое внучек Близняшек А родители Я думаю что Хороший Почему Потому что Андрюха у меня Он это Ну во первых Он пошел Он в шестой школе учился Английский язык То есть на вопрос Дуи спекинга Нет Я ему Я рассказывал ему С детства Ну пел песенки Там И стихи Там Музыку ставил Хорошую Там классику Он любил Это все слушать И он Я ему говорил Что я вообще Хотел научиться На аккордеоне Играть Но мне не купили Ну было тяжело Наверное И я настал на гитаре Вот он Видимо Помню что я Он поступил В Киров Музыкальную школу Река Река Они создали коллектив Вот четвером Башняк Володя Возил их В Иваново Они дети были И они там Гран-при взяли Но они играли джаз Они не рок играли А джаз играли Играли джаз Ну по сути Взрослый То есть серьезный В 90-е Да Хотя Помятую Доброй памятью Турбецкого У нас тогда Джазовый фестиваль Проходили Да они Он играл там Он приезжал из Москвы Они с Юрой Щеткиным Царством небесным Они играли Втроем Баулин Он И Андрюха Играли Вот когда Турбецкой проводил Вот теперь сейчас Дом молодежи Джазовый Да был Михаил Александрович Но ты тоже Ведь много Сделал для Какое же слово Подобрать Вот это вот Банальная популяризация Для Ладно Используем Популяризация Музыки В нашем городе В вокальных инструментальных Ансамблях Поиграл 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 И в ресторане Поиграл В ресторане Ну как же Лабухом был Лабух А кто же Я есть А где играл Ну где Вот Заменял Там вот На пензе первой Например Иногда Когда там Открыли Надо же не пробиться Не попасть Не пробиться Не попасть Ну да Потому что там музыка Хорошая была Там вся лестница Была Забита Вот если скажите адрес Пенза Улица Киру 15 Какие ассоциации А ну это я там Я работал директором Музыка Вот этого Молодежный ГКМ ГКМ Я уже забыл Как правильно там Ну не важно Клуб творческой молодежи Там был Я приходил туда Кассеты Кассеты записывал себе Да А там у нас Когда мы его открыли Этот клуб Ну в смысле Куда Молодежь пошла Мы там Стали делать Выставки художникам Потом там вот Была Вот Запись Левов Игорь Крутила Вот это была Потом Видеозаписи Вот это только появились Там у нас тоже было Ну там много всего было Театралы Художники А первый рок-фестиваль В Пензе 80-е годы Да Мы там делали Но мы делали не в нем А рядом Где-то В Доме пионеров Рок-ремонт Рок-ремонт У меня где-то афиша Может быть осталась Слушай Мне было лет 14 Да Я был вот на первом Этом фестивале Ну Скажем так Спасибо за воспитание Михаил Александрович Вот именно Наверное Тем фестивалем У меня какой-то Зародился интерес К тому словосочетанию Которым принято называть Русский рок А вот словосочетание Авторской песни Тебя хоть раз раздражало? Да нет Вроде бы нет Просто я Меня раздражает Знаешь что, Паша Вот Ну как раздражает Я уже, наверное, привык Ну вот шансон Это вот то, что сейчас поют Это не шансон Название Это неправильное Вот я шансонье Потому что все свои песни Это у меня Это городской романс А они назвали Под словом шансон Обычную Блатную Какую угодно Полублатную Или так далее Дворовую Тюремную Назвали Почему шансон назвали? Ну Шарль Азнавур Шансонье Я к нему Не прикасаюсь Не в этом дело Но я Шансонье В том смысле Что Вот все, что я вот Пишу Написал Это я Я называю Городской романс Какую следующую песню Мы услышим? Ой, я много лет Работал в пионерском лагере Вот Вот Так что Лагерная романтика Так или иначе Она сейчас прозвучит Ну да Ну пусть так Пусть так Так Лесная фея называется Потому что Я там Двадцать Наверное Три года Кряду работал В трех лагерях Но в основном Солнечный Вот Маяк и заря Ну вот Много было Потому что С детьми постоянно И вот Сосны и так далее И много песен Там было написано Вот одна из них Я сейчас вам спою И с удовольствием Потом поговорим мы О пионерском Нашем детстве И вашей Комсомольской юности Лес в цветах И земляники Сосны шепчут Чьи-то тайны На ресницах Солнца блики А мы встретились Случайно Эта тропочка Лесная Нас вела с тобой Навстречу Теплый ветер Замирает Уже скоро Будет вечер Я не знаю Что случилось Видно Сосны виноваты Ты же рядом Ты не снилась Твои плечи угловаты На глазах Дрожат ресницы Я не верю Почему-то Среди сосен Земляники Ты явилась Словно чудо И копна волос Пшеничных Укрывала бронзу шеи И слова мои Неслышны Я же говорить не смею Я боюсь Спугнуть виденье И лесную незнакомку Вдруг затихло Птицы пенье Засмеялась ты И громко И от этого Вдруг стало Мне спокойно В этот вечер Солнце За реку Упало Это к счастью Чудо встреча И твоей Ладони Нежность Мне легла Теплом Теплом на шею Ты, наверное, Святая Ты моя Лесная Фея И твоей Ладони Нежность Мне легла Теплом На шею Ты, наверное, Святая Ты моя Лесная Фея Так А теперь С высоты прожитых лет Требуются подробности О чем эта песня Стоп Первое, о чем подумал Что это Песня о любви Пионера Среднего отряда К пионерке Старшего отряда Потом Ловлю себе Как-то Витя Ивата Это песня О любви Пионер Вожатого К пионер Вожатой Или к директрисе Пионерского лагеря О чем песня Дядь Миша Паш О любви Вот и все Ну, кому это Ну, то, что я написал То, что вы услышали А так Ну, что О любви Вообще все песни, наверное, о любви Как недавно кто-то высказывался Да, все А, Дим Букин, кстати, он и говорил Все песни про любовь Ну, стоп Ты, предваряя эту песню Сказал, что вот я долгое время Работал Ну, то есть, да Работал, да Я пришел из армии В 20 лет Опять на свой завод За станок И меня вдруг посылают В пионерлагерь Поедешь Я говорю, поеду Пионер Вожатым Я все три смены работал пионер Вожатым Это 75-й год А в 76-й мне говорят А все же Обслуга была наша Из НИИ Вот Физруком поедешь Вот Вернее, физрук-плаврук Там двое нас было Потому что было всего 5 отрядов 6 отрядов Небольшой лагерь Вот Я говорю, поеду И я, значит, мы вот с Геной, с Яблоковым Я, кстати, у него пионером был Когда он работал уже физруком А тут уже я после армии Вот я так и работал Мы не делили Зарядки там, купания Нет, просто должность была У меня плаврук, а у него физрук Вот она, лагерная романтика Ты говоришь, мы избежим ее Вот она, лагерная романтика Вот тема и пошла Я добропорядочный пионер Был предан одному пионерскому лагерю Под названием Ласточка К сожалению, его нет Но царство небесное Этому замечательному месту Которое находилось на берегу Сурского водохранилища Песенники Это такая толстая тетрадь Куда записывались Текст Да это я тоже знаю Любимых Все это мы проходим Обязательно Ты 23 года Да Наверное, все-таки тут, стоит сказать Служил вообще, да? Ну, конечно Ну, мне нравилось это Мне правда нравилось Деньги смешные У меня сына Вот я его в 2,5, по-моему В 3 года его первый раз туда взял У него тогда, ну, он кашлял И думали, астма там, все такое Я его взял с собой на одну смену И у него все прошло В этом сосновом лесу И он потом, вот ему 4 года, 5 И так он и со мной ездил до 14 лет В лагерь Костер? Ну, обязательно А у нас там Михаил Тихонов сидит с гитарой С бородой всегда? Обязательно И что пел? Своё? Нет Нет, редко Я пионерские всякие песни пел Я же все это помнил Согранем в игру интересную? Какую? Ну, кто больше знает пионерских песен? Я начну? Ну, только по кусочку просто, да? Ну, давай Я попробую Я банальным путем пойду Звейтись кострами Синие ночи Мы пионеры Нет, ваше очередь Другую песню Ну, не знаю Нет, я, наверное У меня другим Другим голова сейчас занята Но я много Действительно много знал И даже помню Вот такая была Я всегда ее играл А потом Тот, кто пел эту песню Стал главный врач детской больницы Валерка Ой, господи А-а-а Ну, не важно И вот он пел такую песню В турлагере нашем я Увидел тебя И что же Я понял тогда Что ты для меня На свете Всего дороже Ах, косы твои Ах, Вань Слушай, ну, вот это вот Скорее всего шансон Даже пацанская песня Ну, вот это Вот это оттуда Это из детства Они все очень Дети у меня были прекрасные Хорошие такие До сих пор Уже много лет Прошло А вот за 23 года Работу в лагере Ты видел не только Как меняется Мир вокруг Но как меняются Вкусы детей Музыкальные вкусы Да, конечно, да Нет, хорошо было Хорошо В то время Хорошее было Доброе Доброе Дети были понятливые Азарные Ну, никак сейчас Сейчас бы я не поехал Никогда никуда А что слушали? Ну, слушали Давай Вспомним эти знаменитые Ожидания Восьми или девяти часов вечера Дискотека Ну, да, да Девять Что гоняли на дискотеках? Не, ну, вообще Самые первые Вообще на баяне Кто-то играл у нас Вот Потом Была Ригонда И ставили пластинки Том Джонс И так далее Вот под них танцевали Ну, а потом уже Когда вот я работал Ну, просто Дискотеку Как потом стали называть Давай я вспоминаю Давай я по своему детству Вспомню А ты меня поддержишь Ну, вот эти вот Волны Итальянской эстрады Да Модерн Токинг Обязательно Да, да, да Это все было Ну, там где-то Виапламя затесалось Ну, да Антонов, разумеется Да Малежик Да Кузьмин Да Да, да Машина времени Вот мимо меня Ну, не знаю Ну, дело-то не в этом Просто Да, это вот все Как раз Вот эти годы Природа Или Люди В пионерском лагере Обслуг Как ты сказал Вдохновляли для творчества Да, все вместе, наверное Тут нельзя отделить Кого-то от чего-то Все вместе Это такой был Хороший букет Красивый Вкусный Более двухсот песен Ты вот написал Ну, ну, да Наверное Я точно не считал Ну, где-то Около двухсот Наверное Чуть-чуть Они где-то вот Ну, как Ну, в каком-то Цифровом варианте Вот они есть Не знаю Нет, я их не выставлял Никуда Они у меня Ну, я на диске же записывал Вот у меня где-то Четыре диска Лежат дома Где-то Сейчас скажу Двадцать и двадцать Сорок И еще Пятнадцать Пятьдесят пять И еще тринадцать Ну, вот на дисках У меня где-то Под семьдесят песен есть И вот мы перешли К точке Не возврата А отношения Отцы и дети Сын Тихонов Сейчас музыкант В Москве Да Играет Он во многих коллективах Ну, давай перечислять Где он играет Ой, да ну Он обычно не говорит Ну, вот В двух Военных Биг-бендах Потом Какие-то коллективы есть Вот Мадре Виктория Это они Фламенко играют Потом По-моему Он работал С кубинцами С какими-то Ну, это его дела Я не лезу Контрабас Ну, контрабас Бас-гитара Критикует Вообще Тебя Вот То, что ты Нет Он Он Нет Поддерживает Ну, он Да, он же Меня устраивал Там в Москве Я ездил В Москву На концерт Это был Я не помню Какой год Меня приглашали Как Земляка Лермонтова Был То ли 170 лет Со дня гибели И я Такой Барт-кафе Барт-кафе Шале То есть Гнездо глухаря Они еще одно Оказывается Вот я там Выступал Со своими Песнями А они мне Трое Вот Консерваторские Его друзей Играли То есть Играл Леер Сашка Этот самый Кахон Который Вот С Дедюлей Ездил Потом Вот Гитарист Максим И Андрей На басе Вот Они мне Помогали Играл Но он Подкидывает Тебе Сейчас Вот Тема Для Того Чтобы Ты Вот Послушай Вот Есть Такие Нет Нет Он Единственное Когда Меня иногда Просил Чтобы я Что-нибудь Написал Я писал Когда уезжал Из Москвы Он говорит Ну чем-то напиши Пока едешь В купе Я писал Как-то Не помню Ладно Тема отцов И детей Не зашла Тогда Продолжим В виде Святого Святого Развития Событий Михаил Александрович Дедушка Какие у тебя Внучки Очень хорошие Я когда Они родились Даже По-моему До рождения Я написал Для них Колыбельную Она есть Но я ее Никому не пою Потому что Это чисто Внутренний Интимный В хорошем смысле Ну конечно Я очень люблю Потому что Я Так случилось Сын был Мне хотелось Дочку А Жили в общежитии Ну и не было В общем Андрей еще лучше Сделался У меня две Внучки Шебутные Шебутные Обычные Хорошие Хорошие Озаруют В меру И не озаруют И умненькие Хорошие Девочки Моя радость Давайте разговоры Вот приостановим На некоторый промежуток Времени А послушаем Все-таки Песню В твоем исполнении Холодно Асфальт Покрылся Листьями Шуршащим Пледом Город Занесло А зябли Лужи Почтальоны Ходят с письмами Как-то Не вовремя Им не повезло Все двери На замках И люди Замерли От холода Заботы Суеты И в этом Виновата Осень Странная И очень Жалко Мне Увязшие Цветы Окно В дожде И кухня С сигаретами Горячий Чай Согреет Холод Рук В углу Гитара Песня Недопетая И ожидание Конца Душевных Мук Ведь Все понятно Я болею Вместе С осенью Но к этому Привыкнуть Не могу И голова Моя Как заморозок С просенью И к счастью В песнях И стихах Своих Не лгу Спасибо Господу За то Что дунуло Неспрозда Душа Вспорхнула И легла Под сердце Мне Грудному Мальчику С глазами Цвета Омута И зажила Тихонько В глубине Спасибо Господу Что я остался В том же Времени Где доброта Начало Всех Начал Что удержаться Мне помог Вседле И стремени И я Наверное Нашел То Что искал Что удержаться Мне помог Вседле И стремени И я Наверное Нашел То Что искал Нашел То Что искал Ну Если верить Песне Наверное Да Насколько лет Себе ощущаешь Ну Я По прежнему Ну Лет на 25 На 30 Подросток Какой-то Ну да Ты из армии Уже вернувшийся Ну да Уже семья Ну да Наверное Вот в том Остался Да В голове А что в прошлом осталось У тебя Как курить бросил Да я спокойно Ведь бросал Паш Я просто Я не привык Стрелять Я просто не стал Покупать Себе И все Ну то есть Вот это вот Воспитание Вот это вот Интеллигенция Не стрельную Сигарету Да зачем Если я курил Я всегда курил Хорошие Если можно Табак назвать Хорошим И свои Ну в первую очередь Свои Да А бросил Просто не стал покупать Ну в силу И здоровья И так далее Зачем Как бросил Перестал покупать И все И привык Нормально Все в прошлом Как в том самом Манекдоте Да все у тебя было Гулянки Сейшины Бессонные ночи Было Все было И не уставал Ничего не болело Да все Правда Правда А есть какая-то Ну неиспользованная В жизни Возможность Вот о чем жалеешь Что не получилось Да Не знаю Не знаю Я самообразованием Всегда занимался Ну может быть Из-за своей Какой-то вот Излишний Как это сказать Ну и Излишнего Воспитания Не бывает Ну что-то у меня Как-то Страх какой-то Что-ли был Не стал поступать Думаю Да нет Я что-то как-то Кому-то обращаю Потом мне Сколько раз Предлагали Давай мы тебя Устроим в институт Я говорю Нет То есть вот этот Человек Который сидит Напротив меня Так хорошо Выглядел У меня У меня нет У меня просто У меня среднее образование Не имеет высшего образования Нет Ну может быть Это твоё счастье Кстати Не знаю Паш Вот я Сколько работал Вот с детьми Иногда подходили Вот при педагоге Говорят Михаил Александрович Вы заканчивали Наш педагогический Я говорю Нет А что Ну физвоз Наверное Я говорю Нет Ну потому что Физрок Ну вот вы Поёте им И всё И гастры Разводите И занимаетесь И это всё Как же так Я говорю Ну никак Я говорю Я простой рабочий Как рабочий Я говорю Ну я за станком работаю А закончил Только Десятилетку Вот это всех Удивляло Ну я был Начитный Наверное Я читал много Ну как начитанный То есть мог В любом Обществе Поддержать Спокойно Разговор Ну и воспитан Среди этого Я тоже Как-то Какое-то отношение Имею там В самом Младенчестве К русской кухне И воспитан Среди запаха Дрожжей Если вы понимаете О чём я говорю А кстати До сих пор Мне этот запах нравится Потому что я его Чувствовал всегда С детства Я в школу Туда ходил Мимо него Со старой Черкасской И вот этот Кисловатый запах Мне до сих пор он нравится Кому-то он противен Кажется запахом детства Не знаю Наверное Он оттуда Откуда-то Да Ну по крайней мере Непротивный Если мне нравился Ещё запах Я был маленький У отца был Приятель У него был Москвич 401 Это Это как опел Капитан С таким носом И вот Он садился Вот так И сажал меня На переднем сиденье Вот ногу сюда И я вот между ними Вот этот Запах Вот этого Кожаного сиденья Мотора Вот этого Бензина Всё это вместе Но он не сильно Пах А вот такой И вот мне нравился Вот этот запах Вот дрожжей Нравился запах И До сих пор Очень люблю Духи Красной Москвы Потому что Запах мамы Опять-таки Мы всё возвращаемся В детство И понимаем Что Ну чёрст теперь Воспитание И Ну всё Что есть И с чём мы состоим Он соткан Из тех нитей Которые у нас Ну Вязали В детстве Ты любишь пензу? Очень И мне Очень больно Что её почти Всю сломали Вот особенно Центр Мне центр жалко Я же помню Какой был центр Зачем? Не Ну я понимаю Что старые дома 18 века Я Очень благодарен Игорю Шишкину Что он выпустил Вот эти четыре книги Фотографии Я их Они у меня все есть Я ещё до этих книг Когда работал После завода Вот это чудное время было Фотографом Я Находил Значит Негативы И сам печатал Вот То что там Они там попадаются Эти фотографии Старые пензы Я очень люблю Вот это всё Историю Историю домов Там и так далее Конечно Люблю пензу Конечно Просто она сейчас Изменилась Ты считаешь Что это плохо? Да наверное Нет Неплохо Стало как-то Чище Я же помню Когда вообще По колену Грязь была Я понимаю Я всё понимаю Но просто Мне жаль Вот допустим Старые улицы Вот я сейчас ехал Вот на Урицкого Её не осталось Один угловой дом Только остался Я же помню Эти дома Там у меня бабушка жила Моя бабушка и дед На Урицкой Около Недалеко От Татарского моста Сейчас под весной Он там Вот ещё будут связаны Уже наши дети Ну Твои внуки Ну Уже из других нитей Которые Вокруг нас всех Да наверное Конечно другие У каждого времени Наверное Своё Паша Это обязательно Но тем не менее У тебя немало Песен Которые Посвящены Родному городу Одной из песен Ты Знаешь Вспоминаешь Вообще название Дореволюционное Не красное А дворянское Да Я объясню Почему Потому что Когда вот это у меня Проявилось Это уже Наверное Наверное Ну чуть перед армией Или может чуть позже Вот Стал искать Какие-то это Интересно читать Стал всё такое Вот Все эти вот У нас есть же Знаменитые Катакомбы Я начал читать Вот это всё Ну и вот Название старых Старые названия Улиц Мне очень нравилось Вот я сейчас живу Например Я на углу Вигелёвской И Арабовской Двух губернаторов Да Двух губернаторов Но Вигель Он ещё и историк был Двух губернаторов Я на улице На углу Двух губернаторов Это угол Значит угол Там получается у нас Держинская И Ой Держинская А ну да И Герцена Ладно Ещё копну раз При вашей любви К истории Зачем мы только Эту тему затронули Не-не-не А вас не смущает Что улица Губернатора Селивёрстова Кто основал Нашу библиотеку Лермонтова Меня 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 злит Я знаю Что ты спросишь Сегодня носит имя Каракозова Цареубийца Давайте к песне Что у нас за песня Давайте я спою Липонодворянская Это последний альбом мой Так и назывался Который я выпускал Вот Жизни добрый Половину Незаметно Прошагал Не отчёркивая Дат И рубежей Скорый поезд Шум перона И конечно же Вокзал Это было В буйной Юности моей Театральные подмостки И копацкие друзья Все певицы И подруги Варьете Музыканты Всех сословий Среди них Своим был я И казалось Что иду К своей мечте Анна Никольской И дворянской Снова липы Рассвели И дурманин запах Вечером До слёз Летний дождь Прошёл с грозою Мы с тобой По лужам шли Среди бабочек Акации И стрекоз Как-то быстро Пробежала Карнавал Акутерьма И осталось На гитаре Три струны А в душе Что-то сломалось А вокруг Зима-зима Объяснений нет Они и не нужны Тот театр Остался в прошлом И не тянет В ресторан Варьете Давно закрыта На замок И не пьётся Больше водка Без неё я часто пьян Но от прошлого Уйти Так и не смог А на Никольской И дворянской Снова липы Расцвели И дурманит запах Вечером До слёз Летний дождь Прошёл с грозою Мы с тобой По лужам шли Среди бабочек Акация И стрекоз Но судьба Помилуй Боже Нас с тобой Соединив И не требуя Расплаты Никакой Мне тихонько Подарила Жизни Правильный мотив Только пой Моя душа Ты только пой А на Никольской И дворянской Снова липы Расцвели И дурманит запах Вечером До слёз Летний дождь Прошёл с грозой Мы с тобой По лужам шли Среди бабочек Акации И стрекоз Среди бабочек Акации И стрекоз Ну, понятно Бабочки Акации И стрекоз Это всё моё Вот слово Варьете Неужели в Пензе Был варьете? Да В сурских зорях А как же Вспомнил Вспомнил Всё-всё-всё Рогарёв Был руководитель И был ансамбль Ровесники Русинов Абдулов Григорьев Валера Это все мои друзья Певица Надя была Салькова У нас в коллективе Работала И потом она У них там пела То есть это всё Вот 70-е Вру Нет, не 70-е Да Около 80-х То есть Вот для того Чтобы попасть в рейте Приходилось выезжать За пределы города Да На площади Ленина Был автобус Стоял И оттуда Садились Вот прям Где теперь Вот Лавочки стоят Вот Там же Макдональдс Вот здесь вот Вот где-то в этом месте Стоял автобус И садились И ехали В сурские зори Ну слушайте Ну варьете же Это же капитализм Это же Было Было Да Было Танцовщицы были Ну это я так называю Танцевали Ну поднимай ноги Высоко Ну конечно Конечно Я не помню Не, ну только Этого С шеста никакого не было Это уже другое Это 90-е уже годы Хулиганские А нет Просто Девчонки танцевали Всё Но ведь многие Великие Не побоюсь Этого слова Пендинские музыканты Это тоже твоя юность Ну да Все вокальные инструменты Хочу тверогруппу не сказал Все вокальные инструментальные Ансамбли Напомни Что было Ну вот Напомни Где Вот я самый Вот как бы я сказал В 69-й год Первый Фестиваль был ВИА Значит В старой филармонии Значит Играли Сейчас вспомню Значит Тогда Миража не было Раф Губайдулин Играл Тогда был А это вообще Джим Хендрикс Ну да Да Это мой Добрый Хороший товарищ Вот Аврора у них был Ансамбль Потом В 70-м уже Мираж Он собрал другой коллектив Вот Вот значит Аврора играла Светляки Искатели Качевники Да Перед фестивалем Коллектив Бериндеи И мы открывали Значит Первый день фестиваля Был В театре Это 70-й год Лето Ой Лето Весна Открывали Искатели Молодые Там Олег Игорь Пескунов Барабанщик Хороший был Вот А мы открывали В Кирово Второй день фестиваля В Бериндеи Ну тогда были Из Куйбышева Из Нижнего Тогда из Заречного Ой Из Горького Откуда В общем Тогда он Ну так Как там Всесоюзный Конкурс Ну вот Понимаешь Вот опять Теперь складывается у меня Вот непонятки вообще Да В Советском Союзе Секса не было Варьете не было Рок-музыки не было Доказывается И секс был И варьете И рок-музыка Секс наверное всегда был Просто не называли никак И вот и все А это да А рок-музыку называли Виа Ну Виа Ну да Ну не Ну тогда знаешь что Паш Тогда Обязательно сидел Из комитета комсомола Допустим Залит топ в литек И говорил Что вам вот Да вот чтобы Вот играть Вот пять вещей Надо сыграть Обязательно Патриотическую вещь Серафима Туликова Ну не важно Патриотическую Против войны Там еще какую-то Посвященную комсомолу Ну можно Наверное Я сейчас не Свою какую-то Но все было Как бы так вот Вот например Раф все время Играл перепелочку Обрабатывал ее Интересно Ну то есть вот И вот мы Во второй день фестиваля Мы открывали В ДК Кирова А третий день Фестиваль Общий Был в Держинском И я тоже там выступал А потом пришлось Мне еще и работать Там 20 лет И я помню Что Паша Это вот Я Вот Сцена И вот вдоль сцены Сидели на полу Вот так вот руки И вот Ну битком Наверное на люстре Только не висели Любыми способами Через какие-то окна Зал То есть Это был такой бум Вот это Виа И после этого Вот Стали в ресторанах Играть Эти же музыканты Вот Стали вот И Искатели И Мираж играл Вот в Волге Вот И в Суре играли В общем Все рестораны Которые в центре были Везде были музыканты Живые Как теперь говорят А какие они другие Могут быть Михаил Александрович За финалем А почему ты пошел По стезе авторской песни А не пошел Виа Не знаю Паш А нет Я в принципе Наверное скажу Я Когда-то в 66 Что-ли В 67 Услышал песню Я даже не знал Кто это Это Юрий Кукин Это вот кто Мой родоначальник Горы далекие Горы туманные И я вот Тогда мне было 12 наверное лет У меня в голове Что-то повернулось Думаю Боже мой Откуда такие слова Как все красиво И хорошо Оказывается Вот еще какие песни Могут быть На какой-то там Я не знаю Откуда я услышал Там пленка какая-то То есть вот это Ну что мой друг Свестишь Мешает Вот откуда все началось И все И вот это мне понравилось И я стал пробовать Думаю И мне очень нравилось Даже на нее У меня есть песня Ее сейчас нет Наш поэтесс Дина Злобина Была такая Вот я Где ты бродишь И что ты куришь У какого сидишь огня Озорную Писать Но ведь все пишут Кто-то бросает Все пишут Все пишут Но потом Выкинул и забыл Но у меня вот Как-то осталось Я же не собирался Стать поэтом И композитором И все Я обычный парень Был Ну вот хотите Спорьте Хотите Нет Но сегодня На концертнике Мы с Михаилом Александровичем Тихоновым Ну пришли В очередной раз К мнению Что Как это вот Ну как вот Мы опять повторим Вот это вот Известное Все мы родом Из детства Да Ну конечно Воспитание Вкус И даже Любовь К той или иной Музыке К тому или иному стилю Все это Вот 12-летним пацанам И дается Господи Кто же вырастет Из тех Кто сегодня Слушает Моргенштерна Я даже не знаю Ну и не надо Давайте Бабахайте Ну вот Ну правда Может быть Она не совсем Такая Как сказать Но все равно Это Все песни Обо мне Ну естественно От меня Но обо мне Наверное Называется Потерянный день Ну хотя Такое название Не очень Ну 95 Кстати 95 Год Вот и день пробежал Не оставив следа Просто так Нехорош И неплох Он прошел Безудач И потерь Как всегда С комом Нужных И ветреных слов Я стараюсь Понять Как мальчишка В пять лет То что утро Начало пути День разбит На часы На добро И запрет Сквозь которые Нужно Пройти И обидно И жаль Этот день Потерять Пролетающий Миг В пустоту И пытаюсь Я как-то Слова Подобрать Но не помню Я рифм На беду Я ворчу На себя И на старых Друзей Хотя знаю Кто прав А кто нет Просто Прошлые дни Были как-то Длиннее И не чувствовал Тяжести лет Дай-да-да-да-да-да-дай Дай-да-да-да-да-да-дай Дай-да-да-да-да-да-да-дай Дай-да-да-да-да-да-да-да И родиться бы вновь Утром вместе с дождем Что украдкой смывает следы Те следы на песке, где мы были вдвоем Я мальчишка и девочка ты И пытаюсь я как-то продлить этот миг Ощущение радости лет Где я молод и бодр, а не дряхлый старик И мотив все же найден и спет Субтитры создавал DimaTorzok